В студии у нас Григорий Плачков, экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Григорий, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Григорий, МАГАТЭ не контролирует атомные станции. Их задача, по сути, следить за нераспространением ядерного оружия, и чтобы никто не растащил вот это вот отрабатывающее ядерное топливо, отработавшее, простите. По сути, реальных решений вопрос окупации представителей предложить не могут. И это, в принципе, вне их компетенции? Я, к сожалению, последнее слово ваше не услышал. По сути, реальных решений вопроса миссия МАГАТЭ предложить не может, потому что это вне их компетенции. Да, действительно, МАГАТЭ это технический орган международного, вернее, организация объединенных наций. У них все-таки технический мандат. Для них обязательно проверить, как вы действительно правы. Это нераспространение ядерного материала, потому что ядерного материала достаточно много на станции, и не только в виде отработанного ядерного топлива, но и свежего ядерного топлива. Других источников ионизирующего излучения и радиоактивные отходы, которые были накоплены во время эксплуатации станции. Так они технически не могут не вывести войска, но показать всему миру тот ужас и тот беспредел, который Российская Федерация творит на Запорожской атомной электростанции, я думаю, что уже это необходимо было сделать еще 5-6 месяцев назад, после того, как была захвачена Чернобыльская атомная электростанция. Ну а как вы считаете, вот та миссия, которая вчера началась, и для многих членов этой миссии она вчера же и закончилась, то есть вот эти вот несколько часов, которые провела делегация, большая часть этой делегации, их было достаточно для того, чтобы сделать какое-то заключение, какой-то вывод, который потом огласить, так я понимаю, в ООН. О каком детальном отчете, в принципе, можно говорить, а после двух-трех часов на станции? Смотрите, да, то есть 5 человек из инспекторов остались на станции, да, потому что за 2-3 часа, ну действительно, я с вами полностью согласен, 6 атомных энергоблоков проверить их на безопасность и на наличие всего ядерного материала на станции, это невозможно. Но 5 человек осталось проводить работу и инспекцию дальше, давайте дождемся результата. Думаю, что фиксация в отчете должна быть первая, это отсутствие физической защиты, отсутствие регулирования со стороны Украины, это психологическое состояние персонала, потому что мы знаем из информационного поля, что город Наргодар находится в оккупации уже больше пяти месяцев и ведется обстрел. Это ресурсность атомной электростанции, мы также знаем, что уже несколько раз, в первом случае вся станция садилась на ноль. Вот вчера один энергоблок аварийно от аварийной защиты был отключен от сети, другой, на другом энергоблоке на номер 2 сработали дизель-генераторы. И поверьте мне, такой режим работы атомной электростанции может привести до таких очень непроектных ситуаций на площадке АЭС. Григорий, вот как раз, да, читаю заявление министра энергетик Украины Германа Галущенко, который говорит, что даже если отключить на АЭС все реакторы, ядерная угроза никуда не исчезнет. И в принципе, если станция даже не выдает электроэнергию, но там находится ядерный материал, а это очевидно, он находится в активной зоне, в бассейнах выдержки и... Так, извините, я перевожу. Ну и хранилище ядерного топлива отработанного тоже. Да, абсолютно, да. По сути, получается, что стоит готовиться к любому развитию событий, к любым сценариям. Ну, вы знаете, я в последнее время очень анализирую ту ситуацию, которая происходит на Запорожской атомной электростанции. Сценарий, который сейчас там происходит, и те события, которые происходили, они напоминают сценарий Фукусимы, но только другие факторы накладываются на станции. На Фукусиме это все-таки было цунами, природное явление, цунами, землетрясение. А на Запорожской атомной электростанции это военные, боекомплект, вообще непонятный персонал Росатома, который там находится. Поэтому риски другие, но сценарий может пойти так же, как и на атомной электростанции Фукусимы. Ну, тоже есть различия. На станции Фукусимы все-таки четыре атомных энергоблока, и три было повреждено во время событий 2011 года. Запорожская все-таки самая большая атомная электростанция в Европе. Шесть атомных энергоблоков, поэтому, ну и, соответственно, от количества блоков увеличивается и количество рисков. Да, некоторые эксперты говорят, что это, возможно, будет выглядеть как четыре Фукусимы. Я не хотел бы рисовать апокалиптические сценарии, но я думаю, что, опять же, риски таких сценариев увеличиваются, во-первых, и с каждой отключенной линией на атомной электростанции, и с каждым обстрелом площадки Запорожской АЭС. Егор, и все-таки, если вернуться вот к миссии МАГАТЭ, как вы считаете, какие, собственно, чем этот визит может улучшить ситуацию, которая вот сейчас происходит на станции? Ну, во-первых, есть пул стран, да, есть 42 страны, которые имеют достаточно развитую ядерную энергетику и ядерное оружие, да, это и Соединенные Штаты Америки, и Великая Британия, и Япония, и Южная Корея, и страны Европейского Союза. И я думаю, что вот этот пул международных стран, которые уже организовываются, организованы и организовываются, да, необходимо давить на Российскую Федерацию всеми возможными дипломатическими способами для того, чтобы деоккупировать и демилитаризировать Запорожскую АЭС. Да, и я думаю, что санкции на такую корпорацию, как Росатом, которые достаточно фривольно и свободно чувствуют себя еще в мире, также, я думаю, было бы хорошим ударом по такой мощной государственной корпорации России. Григорий, как вы считаете, здесь присутствует такая дискуссия относительно Запорожской АЭС и всей ситуации, которая на ней развивается, от многих экспертов-ядерщиков, что, ну, скажем так, более безопасный бы вариант был бы, если бы в свое время, буквально перед началом, там, я не знаю, там, или боевых действий, или попытки оккупации, хотя там все довольно стремительно в первые дни развивалось, я не знаю, как бы это происходило технически, но в идеале нужно было бы вот эти все реакторы заглушить на Запорожской АЭС. Насколько вы считаете, что, насколько это было бы реально, да, ну, там, учитывая, что это все-таки процесс не стремительный, сразу вот там нажал кнопку, и он выключился, то есть это все равно некоторое время, несколько часов, там, дней, возможно, это должно пройти, но и в учетом того, что надвигалась, собственно, российская армия, и, ну, какие-то действия, возможно, где-то даже потеряли контроль над станцией в какой-то момент. Ну, контроль, технический персонал не может поменять, да, потому что, ну, не так просто взять, то есть, я приведу простой пример, взять, например, с Ростовской АЭС, привезти персонал на Запорожскую АЭС, посадить его за блочный щит управления, и все будет работать, так не работает. Поэтому у нас лицензированный персонал, у нас блоки модернизированы, но все же вы действительно правы, что в экспертном сообществе идет дискуссия по поводу состояния энергоблока, на мое личное мнение, да, я не хочу, там, поговорить, кто прав, кто не прав, я все-таки тоже считаю о том, что атомные энергоблоки более безопасны в состоянии холодного останова, да, все-таки, когда энергоблок находится на мощности и выдает электроэнергию, то и когда происходит такая нестандартная, непроектная, аварийная ситуация, то персоналу достаточно сложно действовать и реагировать, особенно в том психологическом состоянии, в котором он находится. Поэтому мое личное мнение, я все-таки считаю, что блоки должны быть остановлены и переведены в холодное состояние, это, по моему личному мнению, это более безопасный режим работы сейчас атомной электростанции. Да, но, тем не менее, присутствие войск именно на территории станции, оно сохраняет, скажем так, эту опасность, поскольку вот была даже история аналогичная с Чернобыльской АЭС, которая в тот момент уже не функционировала, но, тем не менее, пребывание на ней российских войск, оно придавало определенную опасность ситуации, скажем так, поскольку там все равно еще сохранялись какие-то части ядерного топлива, да, то есть в этом объекте укрытия и так далее. То есть, ну, даже это бы, в принципе, не отключенные, имею в виду, реакторы, они бы не говорили о том, что это, ну, там, можно размещать на ней там военную технику и так далее и тому подобное. Да, в Чернобыльской зоне действительно большое количество топлива с первого, второго и третьего, чернобыльских энергоблоках, и больше, по-моему, 20 тысяч сборок, если я не ошибаюсь, до 21 тысячи, и поведение Российской Федерации мы прекрасно видели и военных на Чернобыльской атомной электростанции. Станция была ограблена, были вынесены там поверочные источники ионизирующего излучения, была украдена информация, сервера, разрушена автоматическая система контроля радиационной обстановки. Поэтому, ну, мы, опять же, сказать еще раз о том, что у россиян нет мозга, ну, мы все это понимаем. Я все-таки надеюсь, что у них в какой-то момент сработает инстинкт самосохранения и не прекратят ставить весь мир перед такой границей ядерной катастрофы. А мы все вот с каждым днем все ближе и ближе и ближе к ней. Еще один такой вопрос технический. Вот тоже обсуждается такая версия, что якобы Россия захватом запроса к атомной электростанции имела цель подключить ее, переподключить к энергосистеме России, собственно, там, чтобы поставлять эту электроэнергию в Крым, там, то есть, например, через Джанко, если я не ошибаюсь. То есть, насколько вот это технически было бы возможно? И осознавали ли они, что это, ну, будет довольно сложный процесс, а не просто так вот там, грубо говоря, что-то перекинуть там туда-сюда, плюс на минус и так далее? Ну, мы в прошлом году работали еще в объединенной энергосистеме вместе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Крым был, есть и будет украинским, да, и Крым тоже работал в объединенной энергосистеме Украины. Да, действительно, такая техническая возможность есть и была, да, но я верю в наши военные силы, они прекрасно знают, как, в каких местах необходимо, чтобы уставали, чтобы уставало электротехническое оборудование. Мы прекрасно знаем о том, что на подстанции Джанкой горел трансформатор. В Николаевской и Херсонских областях устают опоры, необходимые для переключения атомной электростанции на Крым и на объединенную энергосистему России, поэтому я верю нашим специальным службам и нашим военным, что они не допустят этого переподключения, но технически такая возможность есть. Григорий, вот вы говорите про отключение всех реакторов, чтобы уберечь мир от второй фокусимы, но чем компенсировать мощность ЗАЭС для Украины? Это тоже очень хороший вопрос, и я также с вами согласен о том, что россияне используют запорожскую атомную электростанцию не только как манипуляцию в ядерной и радиационной безопасности, а также и для прохождения осенне-зимнего максимума, потому что запорожская атомная электростанция в прошлом году работала полным составом энергоблоков, вырабатывала 25% всей выработанной атомной электроэнергии. Да, и действительно будет достаточно сложно проходить без этой атомной электростанции зима, но к такому сценарию мы тоже должны готовиться. А готовимся ли? Готовимся. Я думаю, что на сегодняшний день, по моей информации, что, например, проблем с углем не такие серьезные, как были в прошлом году, да, то есть какой-то запас газа у нас есть, потребление в связи с войной и в связи с захватом наших территорий, потребление упало. Очень достаточно большое количество населения также выехало за, было переселено или выехало за рубеж. Да, это тоже потребители, которых, к сожалению, мы лишились. Поэтому я думаю, что осенний сезон будет достаточно сложный, но мы и прошлый осенний-зимний сезон прошли сложный, да, я думаю, что и этот пройдет. Спасибо вам огромное. Спасибо, Григорий. В студии был с нами Григорий Плачков, экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.